Да, действительно, в эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня со своим особым мнением в нашей студии Азиз Агаев, директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информ». Азиз Альич, добрый день. Здравствуйте. Не пугайтесь, если у меня вдруг пропадет голос. Ну, знаете, настала осень, перепад... Ну, сегодня третий или четвертый день, да, осень. Перепад температуры. Я вот слушаю радиостанцию, в том числе наших московских коллег, и слышно, что голоса, да, немножко... Ну, вы шепчите, в случае чего, я буду громко озвучивать. То есть по губам будете, если что. Ну, надеюсь, такого не случится. Кстати, и вас, и наши слушатели, поздравляю с первым сентября, с днём с вами. Да, я тоже присоединяюсь. Один из самых таких добрых, светлых, хороших праздников в нашей жизни, но не без горечи, конечно. Я имею в виду Северную Осетию, 12 лет назад, где Слан, по официальным данным, напомню, почти две сотни погибших детей. Это, конечно, печально. Напоминаю слушателям о том, что на нашем сайте хакирова.ру есть возможность послушать аудио и видеотрансляцию нашего эфира. Кроме того, там есть специальная форма для того, чтобы вы могли задать свой интересующий вас вопрос гостю особого мнения. По ходу эфира буду следить, поступают ли вопросы. Ну, вы знаете, у нас в особом мнении в последнее время принято сразу же говорить про деятельность временно исполняющего обязанностей губернатора Кировской области Игоря Васильева. Сегодняшний эфир не исключение. Хочу как раз таки с этой темы начать. Итак, уход из правительства в области двух заместителей председателя правительства, имея в виду Щеречкова и Вершинина. Потеряла что-то региональная власть в лице этих двух человек, либо не потеряла? Можно ли вообще ставить так в анонс? Ну, можно так ставить. Но, видимо, не региональная власть, наверное, как таковая. Ну, правительство само. Мы будем говорить о системе управления. То есть, раз, если мы любим всегда говорить об эффективности системы управления, то потеряла ли система управления с уходом этих двух элементов из системы управления? Элементов? Да. Нет, не потеряла. Это были лишние элементы в звене. Почему лишние? Ну, слишком много этих звеньев в виде заместителей председателей правительства в управлении. Одиннадцать их было, напомню. Девять осталось сейчас. Да. Ну, значит, я люблю некоторые высказывания, сильные высказывания, значит, таких людей, оставивших след в истории. И вот одно из этих высказываний, Мао, который говорил, чтобы выпрямить палку, ее надо перегнуть. И в этой ситуации я бы придерживался бы, например, вот этой точки зрения. То есть, я сначала бы, если, значит, меня бы спросили, то я бы сначала количество заместителей председателя правительства уменьшил бы до двух. На месте Васильева? Да. Вот сейчас? Да. Вот сейчас прям принимать решение уменьшать до двух? Да. До двух, да. Всех остальных, там, кто министр, пусть там занимается, там, министерством, если он вообще в этих министерствах нужен, так или иначе. И, в принципе, можно, конечно, и по сферам посмотреть. Например, уважаемый мною большой специалист в бюджетных финансах, там, Ковалева никогда не должна быть заместителем, да, не заместителем председателя правительства, потому что этот человек не отвечает за развитие. Все эти председатели должны отвечать за развитие того или иного направления. То есть стратегическое у них, да, мы шли важную задачу? Да, да. При том, что, значит, Ковалева большой специалист в области бюджетных финансов и ее авторитеты в этом смысле не пререкаем, вот, но к развитию она имеет очень небольшое и слабое отношение к развитию области в данном случае. Поэтому, вот, мне вообще не было, непонятно было, когда ее назначали, там, заместительным председателем правительства. Не знаю, для чего. Непонятно абсолютно. Пусть она входит в правительство, но зачем ее надо было назначать заместительным председателем? Ну, может, ну, может быть, слишком категоричен в отношении Ирины Васильевны? Что? Ну, я не видел никакой дополнительной нагрузки, может быть, у них и есть. Я ведь, смотрите, не спорю, что они могут провести какие-то аргументы. Или вот уважаемый нами, там, Борис Веснин, например, ему нечего делать в ранге заместителя председателя правительства. Вот есть у него пост министр, вот, выполняет он, там, Министерство внутренней инициативной политики. Значит, я думаю, что этого уровня достаточно для выполнения тех функций, которые он выполняет, там, да. Ну, можно, так сказать, этот список, там, точно так же, как Вершинин, там, занимал, например, пост, там, заместителя председателя правительства. Ну, он и пост министра, вроде как, ну, и при этом. Предпринимательство, торговля и внешних средств. Я тоже, он, ну, как бы, ну, как это сказать-то, сразу скажу, что я в данном случае, значит, оцениваю деятельность этих людей. Не личные качества, не, там, какие-то, там, особенности этих людей, да, именно их деятельность. В общем, человек-функционал, в общем, да? Да, как человек-функционал, да, чтобы никто, там, не обижался, там, у нас, еще раз, повторяю, любят обижаться, когда ты, там, деятельность критикуешь чью-либо. Так вот, он и на посту министра, скажем, большого пользы, как бы, не приносил, да? Вот, я высоко оцениваю деятельность, например, Ануфриева. Вот это был реальным министром. Это заместитель уже. Ну, он, типа, был заместитель, на самом деле, реально он. Ну, до этого глава департамента. На самом деле, реально он был министром, хотя он был заместителем министра там, да? Ну, вот, поэтому я бы оставил два, двух заместителей председателя правительства. Ну, давайте пройдемся вот по этим именам. Берестев, Роман Александрович, Веснин Борис Геннадьевич, Галинских Александрович, Юсупов Юрий Геннадьевич, Ковалева Елена Васильевна, Катричков Алексеевич, Кузнецов Алексеевич, Матвеев, Дмитрий Александрович, Михеев, Евгений Михайлович. Вот эти девять. Кого-то двоих-то из них вы имеете в виду оставить? Спасибо, спасибо, Володя, да. Спасибо тебе большое. Ну, значит, если речь идет о постах, например, то, скорее всего, больше всего бы, например, за развитие должен был бы, хотя не в полной мере он сегодня это выполняет, и его деятельность на этом посту мне не очень нравится, и я не считаю, что он сделал там больше, чем, ну, не знаю, там, 30% того, что он мог бы делать. А, например, Кузнецов, да, там, Алексей Борисович, это один, который бы отвечал за развитие Кировской области. Подождите, перебью, а почему 30% только крылья, что здесь, это правильно? Ну, смотрите, есть такой специалист по управлению, значит, американский деминг, да, он говорил, что человек несет ответственность за результаты своей деятельности только в том случае, когда он находится в достаточно хорошей системе управления. Но, видимо, Алексей Борисович находился в такой системе управления, когда он больше, чем, значит, 30% не то, что не мог, а, видимо, видел какие-то препятствия, там, своей полезности, там, больше, чем на 30%, там, условно, да. Вот. А за социальную сферу прекрасно бы отвечал, хотя не знаю, как он себя сейчас чувствует с точки зрения усталости его управления, там, Александр Александрович Галецович. Ну, да. Вот все остальные, значит... Все остальные министры, которые не относятся ни туда, ни сюда, они могут, там, условно, подчиняться либо, там, губернатору, председателю правительства, либо, там, ну, типа, управления внутренней политики, там, правовое управление, там, это реальное, там, например, министерство имущественных отношений, это сфера развития, однозначно, там, ну, и так далее. далее и так далее все идеально ложится в эту схему и дальше уже тут единственное что нужно учитывать и могли бы учитывать значит только то насколько способен тот или иной человек который займет пост заместителя председателя правительства своим качеством управленческим управлять определенным объемом полномочий людей и так далее и так далее вот кроме этих людей которые я назвал все остальные либо неэффективны и никак не способствуют то есть от них ни жарко ни холодно либо вредны для территории этот вывод вы сделали ну по прошествии времени времени с момента образования этой вообще структуры здравоохранение там еще какие-то ну то есть однозначно слушайте наверно нужно было с глупого вопроса вообще начать вообще заместители нужны глупые вопросы это всегда самые лучшие вопросы вот на самом-то деле нужны есть в них необходимо да мудрецы себя называют очень часто идиотами потому что только задавая такой вопрос ты можешь понять что тебе реально нужно заместители конечно нужно конечно заместители это ближайшие как бы помощники ближайшие соратники люди которые в курсе того что происходит они нужны потому что человеку свойственно болеть уезжать командировки иметь отдых там и потом человек не может во всех сферах быть специалистом он либо специалист по развитию либо специалист по социальной сфере по распределению благ хотя это ведь тоже бизнес то есть все бизнес я имею ввиду в общем смысле не в том смысле что деньги зарабатывать там анатомия поэтому просто кто-то знает как это делать и он проходил целую школу как это делать ну как вот уважаемый мною сан саныч например там да и и делал это например всю жизнь в том числе и понимал свои моральные обязательства кто-то нет он он просто случайно ну как в песне мы случайно встретили с почвами расстались ну вот либо подфартил по каким-то взаимозачетом с кем-то попадает нам на ту или иную там долго ну кто-то кому-то чё-то был должен и оплатил там предоставлением должности это ж неплохо держать слово это не любого держать это это смотрите это своеобразная торговля должностями ты мне я тебе да но но неплохо в каком смысле неплохо это между собой чеки а когда человек занимает высший пост то он несет ответственность ведь не только перед тем кому он должен или хотя пусть он перед теми кому он должен просто он занимает пост становится должным всем кем он управляет и на жизнь чью он влияет гораздо иной уровень и соответственно уровень ответственности и понимание должно быть другое то есть от уровня понимания ты мне я тебе он нужен уходить я так правильно понимаю что мы сейчас прерываем сюда на небольшую паузу пауза продолжается программа особое мнение сегодня мы выслушиваем особое мнение азиза агаева директора аудиторской консультационной компании бизнес информ еще про региональное правительство информация уже такая не новая ее выдала издание коммерсант она написала о том что в планах исполняющего обязанности временно исполняющего обязанности главы кировской области разделить должности председателя правительства и губернатора ваша оценка надо ли это делать ну пока не услышал как бы соображение самого губернатора да мне сложно оценивать ну да о планах пока да вот а значит вот с того места где нахожусь я это не кажется самым оптимальным вариантом решения почему потому что но для чего это можно сделать да вот можно сделать для того чтобы снять с себя ответственность за происходящее кому и типа возложить его помните как царь константинопольский своего там племянника назначил временно царем когда начались ну когда не спокойно и он пробыл там достаточно короткий срок потом его замуровали стену если это я так помню историю вот и он вернулся значит торжественно то есть если для того чтобы замуровать в конечном итоге и значит председателя правительства которое будет отделено в стену чтобы самому потом торжественно сказать что вот я тут это ну ну с его точки зрения может быть это и правильно с моей точки это неправильно то есть я не вижу понятных целей для разделения практического смысла практического смысла до разделение этих целей то есть мне для меня губернатор он всегда несет ответственность независимо от того кем он управляет понятно что председатель правительства это председатель правительства а ответственность за все что происходит на территории региона несет губернатор в том числе и лавры которые значит взрастают достаются конечном итоге тоже губернатору и нужно быть готовым не только быть победителем но и и говори что да и тут не досмотрел тут не доделал тут там и так далее то есть никакого практического смысла в этом абсолютно не вижу кстати я читал в одном из комментариев и возможно в одной из интернет заметка или постов мол а в случае разделения чем действительно будет губернатор заниматься ездить как-то улыбаться ленточки перерезать что ли ну пока ну отсыдатель правительства будет но вот для такого региона наш как кировская область я вообще не понимаю игорь владимирович вас активно знакомится с областью ездит по регионам встречается с всевозможными людьми бизнес и не только бизнес куда бы вы ему еще посоветовали заглянуть какую завесу приоткрыть темное царство луч света прорвался чтобы тараканы разбежали ваши рекомендации или постепенно везде заглянет пусть будет как будет ну я думаю что да ему надо вспомнить тоже историю и и продолжать это делать то что он делает как харуна рашид который значит переодевался после того как посидит в диване ну диван это офис когда где он принимал людей после этого он шел и ужинал переодевался и выходил в багдад чтобы посмотреть что творится значит у его подданных кто что ест кому на что хватает кто как трудится почему плохо трудится какие условия бизнеса у него не надо ли улучшить эти условия может кто-то мешает из значит чиновников контролеров там предпринять какие-то меры ну то есть это можно продолжать но на самом деле все это ручное управление то против чего я всегда выступаю мне кажется что когда ты сам да когда ты сам да мне кажется что их нужно думать о построении такой системы управления когда он действительно может как харуна рашид просто ходить и смотреть как система работает и нет ли в системе системных ошибок чтобы их исправлять собственно говоря вот по поводу управления экономикой тогда системная ошибка вы не первый раз произносите на эту фразу вот для конкретного понимания конкретного примера можно стопроцентная системная ошибка которую которая на виду у всех ну смотрите вот с этими же дорогами например вот то что из года в год там например качество ухудшалось она сигнализировала о системной ошибке и в этом году мы с вами говорили что дороги вместе со снегом значит сошли еще исчезли исчезли то есть это не обращение внимания на систем нашим которые были слабые сигналы слабые слабые а потом те раз и и все вот до сих пор у нас по некоторым улицам большим улицам города кирова проехать практически невозможно абсолютно до сих пор список улиц и это чем там году ничего видимо сделано и и видимо уже ничего не будет сделано или значит вопрос там здравоохранения например вот сигнал или сигнал не закрывайте эту больницу людям некуда ездить там и так далее тогда система не решает вопрос доступности квалифицированной медицинской помощи всему населению кировской области то есть она может в отдельных местах обеспечивать высокое качество медицинского обслуживания а всему населению области а ведь на это имеют право все вот при причем без чтобы это было без очередей чтобы это было ну то есть вы понимаете есть определенные критерии качества и скажем то электронная система которая внедрена она не всегда обеспечивает положительно электронную регистратуру вот ну и пожалуйста вопросы экономики то есть мы столько сигнализировали через вот общественной организации там членом правления промышленной палаты являюсь и значит заместитель председателя завета хозяйственных руководителей мы сигнализировали что в экономике происходят определенные значит процессы которые конечном итоге приводит к уменьшению инвестиций что с территории области уезжают там нормальные предприятия не просто нормальные передовые это бюджета образующие скажем так на что нам отвечали значит и мне например такие ответы елена васильевна как министра финансов были понятны когда она говорила что это не повлияет на фирмирование бюджета но как заместить она всегда это говорила что это не повлияет на формирование бюджета а вот и такой ответ из ее уст как от заместителя председателя правительства мне всегда были непонятны то есть это как раз говорило о том что этот человек министр финансов но никак не заместитель председателя правительства понимаете вот и И вот это, пожалуйста, вам сигнал. Что мы сегодня видим? Мы видим снижение поступления налогов, мы видим задержки заработной платы, которые, кстати, все время мы прогнозировали, мы все время говорили. Почему, кстати, у меня, например, претензии к Алексею Кузнецовичу? Борисовичу. Потому что я ему говорил, что любое ваше решение, причем публично говорил, что вы должны просчитывать последствия, не только вот сколько мы дополнительно типа посчитали, вот кавычки показываю, так сказать, в бюджет дополнительно поступит. А сколько, кроме этого, дополнительно поступит, дополнительно уйдет в другое место. Какие будут последствия? Потому что, когда ты увеличиваешь одни налоги, это обязательно сказывается не только на налогах, и на налогах тоже сказывается, там, на подоходном, на НДФЛ, на других налогах, но еще и сказывается на размере инвестиций, на развитии области, на квалификации кадров, на всем, на чем хотите. То есть вот эти последствия до сих пор никто не научился просчитывать. И это задачи, конечно, департаментов, которыми руководит непосредственно Кузнецов. Еще пара действий, вот лично меня действий губернатора, временно исполняющего губернатора Кировской области заинтересовали. Хочу тоже поинтересоваться вашим мнением по поводу этого. На прошлой неделе, как известно, Игорь Васильев побывал на предприятии Дороничи. Я процитирую, что он сейчас сказал. То, что мы сегодня увидели, это одна из точек роста, ну, это в частности про фудзавод, точек роста, который надо поддерживать и развивать. Это вписывается в концепцию, которую я для себя называю, в кавычках, «кировское качество». И он там несколько раз это словосочетание произнес. Я, видимо, задал себе слово за вопрос. Мы на протяжении последних лет постоянно слышали этот проект «Покупай вятское». Вятские покупают и вятское. Это детище, как известно, бывшего губернатора. А тут насилие заявляет «кировское качество». Ладно, приписывайте губернатору, все хорошее. Да, все хорошее, заслуга там. Павел Николаевич Ануфриев, тот же самый, там, большая его роль, да, «покупай вятское». Вот у меня такое впечатление создалось, что новый бренд, возможно, готовится, «кировское качество». А вовсе не покупай вятское. Ну, само звучание, как бы, на бренд не тянет? Не тянет? Ну, почему бы, при грамотной раскрутке? Кировское качество. Можно, можно. Ну, не знаю. Тяжело, но... Ну, у питерцев будет сочетаться с тракторным заводом или с каким-то, какой там у них кировский завод. Ну, подождите, у нас с Ленинградом очень тесные и довольно связи-то, ну, помните, да, великую отечественную, как бы, огромное количество. Ну, попробуйте набрать, например, в интернете, там, слово «кировское» и обычно там «кировский завод», там, «выползает», так сказать. Ну, то есть, ладно, хорошо, это моё мнение, там, «кировское качество» на бренд не тянет. Вопрос в другом. Вопрос, наверное, когда, хотя трудно залезть в голову человека, но вот какие ощущения у меня, как бы, вызывают вот эти высказывания Игоря Владимировича, что, да, человек увидел, что есть реально на территории области достаточно, скажем, инновационно серьёзные предприятия и есть достаточно эффективные руководители. То есть, тот же Гозман, Константин Маркович, отлично организовал работу не только фудзавода, но и Агрохолд Наронич, там, и так далее, и так далее. И все эти предприятия становятся довольно, и довольно, и ещё довольно эффективными. Что тут сказать? Поаплодировать, сказать, молодец. Такие люди, это помните, вы меня всё время спрашиваете, а вот кто на территории области есть эффективные специалисты, есть люди, с которыми всегда можно посоветоваться, значит, ну, соответственно, с какими-то поправками на интересы тех или иных там людей и всегда узнать, как то или иное дело можно по лучшим образом сделать, да, и которые могут легко там занять какие-либо высокие посты. Вот, и таких людей достаточно. Кировская область, она не обделена талантами, я вас уверяю. Вот, поэтому я думаю, что у него есть концепция, у Игоря Владимировича, то есть у меня вызывают ощущение вот эти фразы, что у него есть концепция, которую он строит именно на успешных и эффективных кировских предприятиях. Ну, такие у нас есть, мы можем их, как бы все у нас. Вот сколько лет Лепси, как бы, завод, личный завод, эффективный завод, пожалуйста. Ну, можно перечислять, конечно. Ну, и так далее, список там можно перечислять, и я думаю, что многие знают эти бренды. Просто надо за них цепляться, именно их поддерживать, чтобы экономика области начинала расти, чтобы инвестиции увеличивать. Я обращаюсь к нашему звуку режиссеру, Денису Князеву. Нам прерваться или, Денис, нам дашь еще пару минут, чтобы Азиз Алиевич высказался еще по одной теме, связанной с РИО, и мы перешли. Хорошо, пару минут. Азиз Алиевич, тема ОСАГО. Вы автомобилист, не автомобилист, многие нас слушают. Заявил в РИО губернатор о том, что к нему много поступает жалоб на ОСАГО, даже большие очереди, дополнительные страховки и так далее. Он собрал страховщиков две недели назад, сказал, так, неделя вам срока, готовьте предложение, ситуация должна измениться. Не должно так быть в 21 веке. Белых можно вспомнить, он тоже со страховщиками встречался неоднократно. Что вот сейчас изменится? Вот я скептически, честно говоря, отношусь к этой последней встрече в РИО губернатора, потому что ведь Центральный банк является регулятором, и вроде как глава региона в этом вроде как и не участвует. Пара минут, чтобы ценить ситуацию, видать свои деньги. Ну, я не знаю, мне как бы вот, ну, смотрите, у нас многие руководители копируют нашего президента. Ну, когда наш президент решает коммунальные проблемы на Мавиатске... Ну, мы помним, о чем мы говорим. Почему бы Игорю Владимировичу не решить, значит, там... Проблему десятков тысяч автомобилистов? Да, поэтому, ну, вот он вот пытается, ну, что, не знаю, сказать, что это пиар-компания, ну, вроде как, не знаю, я его не знаю пока, ну, это какие-то первые шаги оценивать вот таким образом там. Но, чтобы я сделал в этой ситуации, то есть я бы не стал там журналистом и еще кому-то, а попытался снова выстроить такую систему вместе с Центробанком, вместе с антимонопольной службой и вместе с судами и с прокурорами. Таким образом, чтобы страховщикам мало не показалось делать вот такие вещи. То есть пару раз задокументировать, третий раз по-хорошему задокументировать эти правонарушения, фактически это является правонарушением, и затем предоставить Центробанку достаточно аргументов для серьезных санкций относительно этой страховой компании. Все можно в рамках законодательства делать. Должен ли этим губернатор заниматься? А вот у него полно министров, которые просто так занимают там свои посты, за правовые вопросы некоторые отвечают. А пусть занимается. Вот это говорит о том, что, например, вот эта система управляющая, она действует неправильно. Там есть люди, которые должны этим заниматься, и в сферу ответственности которых это входит, но они этим не занимаются. И приходится этим заниматься губернатором. Должен этим губернатор заниматься? Моего глубокого убеждения нет. Он должен организовать дело так, чтобы появились плоды, а потом пожинать плоды. То есть в момент, когда вопрос не решен, я считаю, что это ошибка для губернатора вмешиваться в эту ситуацию. Губернатор должен сказать, как решить людям, чтобы люди пошли и решили. И после того, когда вопрос будет решен, губернатор должен прийти и сказать, ну вот видите, вы тут говорили, у вас есть такая проблема. Вот не прошло и двух недель, или там двух месяцев, как я ее решил, идите все, получайте свои полисы без проблем. Игорь Савич, еще один короткий вопрос и короткий ответ. Если Игорь Владимирович лично вам предложит каким-то образом посотрудничать, вы ответите два? Для меня не существует проблем Шаклеин, Белых. Я много раз говорил, что несмотря на то, что я критиковал как бы деятельность Никиты Юрьевича, я говорил, что это на благо региона. Если ко мне будут вопросы и просьбы посотрудничать, помочь, поработать в какой-то системе для того, чтобы оптимизировать, пожалуйста, на благо региона, всегда буду присутствовать, всегда буду рассказывать свое видение, обсуждать, дискутировать и предлагать конкретные меры. Реклама у нас сейчас скоро продолжим. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня вы слушаете «Особое мнение» Азиза Агаева, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа». Предлагаю про День знаний все-таки поговорить. Прямое отношение вы к нему имеете. Да, с праздником еще раз все. По первому образованию Азиз Ахалевич Пентагог. Да? Как стать тоже. Преподаватель русского языка и литературы. Да, да. Новый министр образования у нас Ольга Ильевна Васильевна, 56 лет, религиовед, доктор исторических наук. В тот день назначения, по-моему, да, 19 августа, она сразу же сказала, что главный приоритет для нее – это учитель и педагог, это служение этой великой работе. Второй приоритет – извлечь лучший опыт, взять лучше и двигаться вперед поступательно. Ну, тут никто не спорит, по-моему. Ну, просто слава. Не возражает. Да, просто слава. Может быть, назад поступательно? Назад поступательно. То есть… Деградировать? Нет. Почему деградировать? У нас очень много хорошего было там, за спиной, что за это время, пока там внедряли новую там систему образования, управление образованием, было уничтожено. Многие европейские системы образования были построены на советской системе и развиты. А мы почему-то взяли там, ну, если я не ошибаюсь, американскую систему и начали под нее шпарить там, изменять свою систему образования. Тесты, тесты. Тесты, мэсты. Вот этот вариант, да. Ну, давайте вот обсудим кратенько из сказанного Васильевой. Кстати, у Васильевых пруха какая-то. Тут Васильев. Тут Васильев. Заявил новое имя ОБР на прошедшем позавчера общероссийском родительском собрании. В школах будет возрождаться общественно полезный труд учеников. Например, это уборка класса, школы, иные подсобные работы, труд на пришкольном участке, причем без согласия родителей. Вот, честно говоря, для меня, конечно, дикость, что в настоящее время дети даже сами доску-то не моют. Или моют? Нет. Не моют? Нет. И полы тоже не моют классов. Чем, кстати, я с удовольствием занимался. Нет, не моют. Особенно, когда ты дежурил, а другие учились в это время. Да, да. Ну, как вам? Надо учеников-то заставлять, школьников? Ну, смотрите, вот мне не нравится оторванность от общей концепции развития ребенка. Если, ну, некоторые вредные люди тоже, так сказать, говорили, что тут труд исправляет человека, там, да, и трудотерапию применяли, и так далее, и так далее. То есть тут вопрос о том, что наша задача в чем? Наша задача изменить отношение детей к любому труду, то, чему нас с вами учили. Да, каждая профессия хороша, да. Пусть меня научат, да, помните? Учили мы с вами как-то там, сейчас, к сожалению, точно не помню, да? Да, мы все прекрасно. Все работы хороши, да. Пусть меня научат. Вот. А вот так вот заявлять, да, ну, давайте, что, понятно, что ей надо выступать и какие-то там делать громкие заявления. Может быть, исходя из этого, а мы сразу придаем там какой-то смысл всему этому, да, вот услышали, придаем. Но исходить надо из другого, что у нас должно быть видение, мы сегодня теряем, как бы, своих потомков как таковых, да, мы теряем их, они совсем, ну, с моей точки зрения. Вы говорите о некой пропасти, которая ширится и ширится? Она не просто ширится, то есть когда у них в голове больше потребительства. Мировоззрение. Да, это вопрос мировоззрения, отношения между людьми, эти люди не умеют любить, эти люди очень часто с трудом дружат. Понимаете, вот есть масса вещей, которым, конечно, и с помощью труда тоже можно научить. Труд – это только способ, а мы должны говорить о том, какого мы хотим человека видеть. Понимаете? Вот о чём мы должны говорить. Мы сегодня видим массу людей трусов, видим людей, которые боятся на улице помочь другому человеку, потому что либо просто боятся быть там побитыми, там, или ещё хуже чего-нибудь, либо… Ну, Сталич, я бы не обвинял в этом только школу и только образование. А я и говорю, какого человека, ведь мы не школа, а… То есть, в конечном итоге, эти люди тоже из школы вышли, да? Ну, да. А к тому, что какого человека мы видим и какого человека хотим. А ведь школа этим должна заниматься при любом варианте. И концепция воспитания и образования, в том числе и семейного, это должно быть в центре внимания. Понимаете? А вот и так много, масса других вещей. Если мы будем и дальше говорить, что нам нужны люди недалёкие для того, чтобы они просто голосовали за тех, за которых вот поагитировали, там, да, и кто этот человек, вор бывший, значит, укравший, но не попавший, или там, значит, там, успешный бизнесмен, или наоборот, там, бывший бандит, там, или наоборот, там, чиновник, который много сделал плохого для страны, а теперь избирается там, да, то понятно, что это одна концепция. А другая концепция, мы творческих, способных к смелости людей воспитывать, умных, думающих, которые не будут просто тупо верить призывам, значит, там, с каких-то средств массовой информации, да, своё суждение складывают. Это другая концепция. А вот что вы поняли из концепции, вот из того, что Василий сказал? А ничего я не понял. Просто слова. Ну, эмоционально, эмоционально вроде так хорошо, вроде так крепко. Да, о, 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 вот, молодец, я поаплодирую ей сейчас, что нам надо вперёд. Куда вперёд? А я иногда думаю, наверное, надо назад. Когда у людей воспитывалась любовь к родине, когда человеку стыдно было красть там из общественной казны, значит, деньги, когда ему любой мог плюнуть в глаза и сказать, ты вот зарабатываешь столько, например, да, поработал там главой какого-нибудь там города или района, например. А посмотри ты себе, что построил. А у тебя ведь нет таких денег. Откуда ты это построил? Или как ты можешь ездить на каком автомобиле, когда люди по дорогам не могут пешком ходить? Ходи пешком. И такие люди у нас были. Я вот Михеева вспоминаю, который на работу ходил всё время пешком. Анжели? Анжели Михеев, царство ему небесное. И такие люди и были, и есть, и будут, я думаю, ещё. Но чтобы их увеличивалось количество, нужно правильную систему образования построить. Поэтому я пока Васильевой, ну, не верю. А про ЕГЭ? ЕГЭ она собралась реформировать. Например, уже в этом учебном году, то есть осенью следующего года, в итоговом испытании по русскому языку и литературе девятиклассники будут каким-то образом устно сдавать обязательства. Опять ЕГЭ. Вот опять ЕГЭ. Давайте концептуально, концептуально решим. Мы что хотим? Если ЕГЭ остаётся, зубрение будет. Значит, люди будут... Она ещё сказала о том, что я против того, чтобы натаскивать... Ну, а как против, если у тебя есть ЕГЭ, и люди без ЕГЭ никто? Как-то его надо сдавать. Как-то его надо сдавать. Они будут продолжать зубрить. То есть, смотрите, можно людей... Мы пошли по дурацкому. Мы начали учить людей, типа, запоминать много информации. Но память не бесконечная, человек. Как флешка, да? Да. Как флешка. Как носитель памяти. Да. А нас в советской школе учили как раз другого. Нас учили находить и синтезировать знания. Конечно, и память у нас была развита. Потому что для того, чтобы находить и синтезировать знания, в голове какие-то знания должны быть. Понимаете? А сейчас совсем другой подход. Я считаю, что правильные концепции... В советском образовании не у всех получалось. Но у кого получалось, тот двигался, согласитесь. Потому что у каждого ведь при всеобщей равенстве, у каждого все равно есть свои пределы. Согласитесь. Да, это зависит от личности человека. И мы же не отрицали это. Поэтому есть масса вопросов. Нужно менять систему концептуально. А один элемент системы, даже будучи руководителем, еще непонятно его убеждение и его понимание ситуации. Ну пусть доктор наук. Я думаю, что несложно стать доктором наук при желании, если ты потратишь на это определенное время своей жизни. Каждый может стать доктором наук. Ну просто надо цели себе определить. Ну и что? Не вижу пока концептуальных подходов и концептуальных высказываний. Не вижу. Ну а сильно-то и не слежу, честно говоря. Мне ведь всегда могут сказать, ты ведь и не знаешь, и не видел. Да, ну не знаю и не видел до меня. Не доведены эти концептуальные подходы. Завершается время программы «Особое мнение». Особое мнение Азиза Агаева, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-инфором». Тема образования мы, кстати, завтра продолжим в программе уже «Союз Нерушимый» в 13-м. Ну да, завтра будем встречаться с национальным оттенком темы образования. Так что слушайте нас завтра в 13. Всего доброго. Всем до свидания. С праздником всех.